приветствую вас друзья на канале есть вопрос и сегодня у нас очень интересная тема пока пора и коренка немножко притормозилась люди все готовятся мы нашли новый конструктор как мы это сделали да позвонив просто обзвони всех своих поставщиков смотрите что у нас появилось на столе перед вами стоит арти 3000 вот такой интересный набор который собственно был разработан американской компании лидером среди образовательных конструкторов по америке то есть это разработчики которые такие именитые матеры и что же они нам предлагают собственно они предлагают поиграть вот с таким роботом детям которые уже достигли возраста семь лет а верхнего предела как вы понимаете нет все почему да потому что в образовании нет верхнего предела хочешь есть мотивация будешь учиться ну а нет на нет и суда и так друзья что же нам предлагает собственно в этой интересной коробочка у нас находится вот такой глазастый интересный робот давайте я вам покажу как он выглядит под барабанную дробь появляется вот такой робот как вы видите у него есть фломастеры вот такая пачка инструкций и собственно на этом у нас все с вами и заканчивается сейчас я лишнюю вещь уберу достаем робота робот арти 3000 судя по вот этим фломастер очень любит рисовать и будет мотивировать детей создавать рисунки но опять же робот от слова на работать он должен подчиняться неким командам которые мы будем вводить а при помощи персонального компьютера планшета причем персональный компьютер может быть как мак таки на windows операционной системе тут не принципиально фишка главное приложение нет когда мы готовились к выпуску у нас главная проблема была найти приложение оказывается приложение нет мы подключаемся к роботу по вай фай и введя код в строке браузера сразу попадаем а в среду программирования а для робота арти 3000 есть своя среда программирования она достаточно интересная и доступна для детей методом drag and drop мы перемещаем объекты нам привычные также как мы делаем это в лего эдюкейшн но вы чуть позже все это увидите если вы владеете языком вы без труда разберетесь но у нас всегда есть педагог который нам поможет и так вернемся немножко я отвлекся у нас есть вот такой пакетик из которого все здесь на английском языке локализованной версии пока нет потому что набор достаточно новый обычно в будущем если продажи будут хорошие у нас появляются переводом этой версии но опять же внизу под описанием ролика мы делаем перевод часто задаваемых вопросов чтобы вы могли почитать не прибегая помощь переводчику и так здесь есть инструкция первые шаги дальше три карточки для программирования то есть чтобы вы просто открыли повторили и у вас нарисовал робот квадрат такие полу точнее кольца и собственно сетку дальше а инструкция о том как вставить батарейки причем на английском языке а вот в этой книжке на других языках всех подряд кроме русского это чтобы вы не расслаблялись и собственно а часто задаваемый вопрос все вот это все что содержится в коробке не богатая комплектация честно говоря давно я такую комплектацию не видел но наверное больше что и не нужен а куда вы спросите мы помещаем вот эти красивые маркеры причем главная идея этого робота и универсально все мы понимаем если мы берем образовательное учреждение вот такого робота а расходные материалы это одна из точек преткновения если они дорогие или если они специфические то продажи у робота будет достаточно низкий если а у нас денег на содержание робота будет тратиться достаточно мало или что-то я потерял я могу восстановить тогда администрация учебных заведений с радостью приобретает такие наборы так вот в этом случае у нас есть с вами фломастеры они стандартные а которые вы можете купить в любом магазине просто подобрать по диаметру тут 8 миллиметров 8-10 миллиметров это вот такие характеристики у фломастеров которые вы используете все других расходных материалов нет итак чтобы наш робот заработал мы в него должны вставить батарейки раскрутив в задний блок а это делается достаточно просто не нужно обладать инженерным образованием итак открываем верхнюю крышку что мы здесь видим здесь мы видим отверстие для того чтобы вставить фломастер и кнопку включения давайте сделаем это берем фломастер любой из четырех цветов мне нравится сегодня синий и вставляем его в центр итак друзья маркер я установил для того чтобы начать рисовать и экспериментировать мы используем листок бумаги возьмем а 4 формат для учебных заведений где дети младшего возраста и я бы использовал бумагу побольше на чтобы парты ваши не были испачканы располагаем марки в центре стола в центре леска от 4 нажимаем на фломастер он утапливается все он остановился это считается точкой нулевой с ним будем начинать дальше снимаем ограничитель и включаем нашего робота закрываем крыши все вы видите фломастер нигде не торчит а то в отличие от того же матата лап так где они торчат поэтому для того чтобы начать программировать мы должны подключиться карте 3000 для этого мы используем нашу точку доступа к вай-фай выбираем сеть арти 98 9b подключаемся открываем браузер и просто вводим путь к среде программирования путь для того чтобы вы знали он будет в описании и плюс вот вверху он появится вот так далее мы подключились и давай попробуем чтобы у нас посмотреть вообще живой он или нет просто проехать некое расстояние вот так разверну нажимаем робот проект да теперь для того чтобы он поехал назад я выбираю соответственно направление назад а что еще он может делать он может поворачивать давайте попробуем проехать по квадрату я знаю что для того чтобы двигаться по квадрату квадрат имеет четыре стороны соответственно у меня будет движение вперед-поворот движение вперед-поворот движение вперед-поворот и следующее что движение вперед пробу при этом на дисплее подсвечивается та строка кода которая сейчас выполнять это важно при поиске проблем все квадрат был нарисован но у нас же арти умеет рисовать то о чем мы с вами и говорили соответственно чего у нас не хватает у нас с вами не хватает а работы с ручкой а ручка у нас должна быть опущена до момента когда робот начал движение вперед я думаю это всем понятно соответственно что мы с вами будем делать использовать команду где которая называется pen down ставим ее в начало а для того чтобы в конце ну все было правильно мы используем команду pen up то есть ручку уберем у нас здесь с вами есть цикл и эту программу в принципе мы с вами можем скопить давайте попробуем я нажимаю запуск давайте я уберу со мной интересно вот получился у нас некий вот такой рисунок с кривыми краями что делать когда у нас а линии немножко кривятся во первых у этого робота есть возможность калибровки мы его с вами распаковали из коробки возможно на заводе или процессе перевозки было произведено в некое смещение и нам нужно откалибровать так вот инструменты здесь есть точно так же как в процессе эксплуатации могут быть устаревание двигателей точно так же вы калибруем уже вот здесь и сейчас что называется доход конкретного робота который прошел некий путь и у нас все линии будут сами замыкаться так давайте попробуем с окружностями потому что я уже видел видео такая передача как он рисует и достаточно занятно за ним наблюдать поэтому давайте создадим программу итак мы закончили с рисованием я хочу вам рассказать что этот робот интересен начальной школе и до средней на самом деле в старше тоже интересно будет но в старше там много других занятий которые отвлекают почему потому что среда в которой мы сейчас с вами работали она называется арт юар а еще вы можете программировать давайте посмотрим в чем блок ли это среда программирования очень похожая на скрэйч дальше джаваскрипт понты клик поэтому ремонт контрол снэк и собственно у нас еще есть возможность калибровки итак давайте поговорим о ценах смотреть робот арте 3000 стоит 12 с небольшим тысяч рублей там 12 300 12 500 ну 12 тысяч рублей а ближайший конкурент который мне приходит в голову это набор matata lab потому что он тоже умеет рисовать но вы там конечно же не получите подъем пера и программируется тот плиткой а здесь у нас именно программирование да с помощью программного обеспечения где мы именно изучаем команду где нам важно соблюдать последовательность этих команд изменять некие параметры то есть уже более такой сложный и поэтому получается что конкурентами то их нельзя создать я не могу сказать что имея набор matata lab мне точно не нужен набор арте 3000 скорее всего я скажу что он не нужен я бы matata lab запускал самом начале как раз для изучения основных свойств геометрических фигур а потом детей с помощью арте 3000 просил запрограммировать то есть если опять же моя цель моего обучения начать заниматься с детьми как можно раньше тогда бы я использовал такую связку а плюс у matata lab вы знаете что есть возможность работы с музыкой ну и просто изучение алгоритмизации кроме того если у меня цель просто да у меня там допустим средняя школа я хочу изучать навыки программирования я хочу позаниматься математикой тогда бы я наверно не брал матата лапа взял был только арте 3000 потому что вариативности у него достаточно много да я могу рисовать просто кликаньем я могу управлять с помощью стрелок при нажатии я могу программировать в одной среде могу программировать более серьезной среде потому что поэтому язык он универсально будет развиваться используется везде так друзья вы были на канале есть вопрос нам задавали вопрос что же за набор такой арте 3000 на нем ответить не забывайте что обязательно поставить лайк этому видео написать свой комментарий понравилось не понравилось и поделиться этим видео с друзьями с вами был александр рад был вас видеть